Всем привет, это снова Иса, и я сижу полубоком, чтобы вставлять сюда картинки, значит у нас сегодня выпуск бьюти новостей. Сейчас я стала начинать со сплетен бьюти мира, но, к сожалению, ну может быть не к сожалению, а к счастью, никаких сплетен не случилось за две недели, никто никого не чморил. Ну, может быть, и разве что Джеффри Стар обвинили в том, что он оскорбляет чувства верующих в Америке, чувства католиков, наверное, потому что вышла у него новая коллекция Pink Religion, и там он предстает в образе папы, в такой вот розовой, значит, мантии, все дела, и такая у них там тайная вечеря, значит, под картину тайной вечеря, собственно, Джеффри со своими моделями сидит такой накрашенной, и кого-то это задело и оскорбило. Я не могу судить, я не католик, не знаю, если бы он сделал какую-то коллекцию на буддистскую тематику, а так как я буддистка, мне, честно говоря, было бы все равно, потому что, не знаю, я бы подумала, наверное, что бы чувствовал Будда, и, наверное, Будде было бы вообще пофиг, так что не мне судить об оскорблениях чувства верующих, наверное, но сама коллекция мне не очень понравилась, мне понравилось оформление, все-таки католическая вера, она, не знаю, к сожалению ли католиков, или к счастью католиков, она очень такая самая растиражированная, мне кажется, ее очень много символику используют в индустрии моды, индустрии кинопроизводства, всегда католические символы используются на одежде в качестве украшения, и от этого, к сожалению, никуда не деться, если вы хотите банить кого-то, то придется банить просто все, все марки, мне кажется, все бренды, потому что очень много такого рода символики используется везде, но сама коллекция, опять же, красивая по оформлению, компания тоже была красиво, мне кажется, сделана, но мне понравился только хайлайтер, и то, скорее всего, это такой не очень носибельный хайлайтер, очень, наверное, такой сияющий, не на каждый день, немножко такие темноватые, мне кажется, оттенки в этой хайлайтером трио, и понравились еще зеркала, но зеркала мне ни к чему, я обычно просто вот в палетке смотрю и скрашусь, а сама палетка мне не очень понравилась, я не фанатею, вот розового, и какая-то она немножко однобокая, как мне показалось, не знаю, в общем, коллекция мимо, ну, больше нет бьюти-сплетен, дальше я давайте вам расскажу, что я купила, я наконец-то вышла из зимней спячки, стала покупать какие-то бьюти-продукты, купила себе сейчас новую Nars Climax, удивительно, но мне кажется, больше ее нигде нет, только вот в Австралии, в Мейке, которая у нас как аналог сифоры, появилась эта палетка, и вот выглядит она вот так, видите, она прям смотрится такой вот гранжево-осенний, а на самом деле оказался такой легкий осенний нюд, вот сегодня я накрашена ею, и сделала ей уже три макияжа, мне очень понравилась палетка, ну, не буду спойлерить, будет обязательно на нее полный обзор, вообще Nars что-то мне прям, какой продукты я не попробую, попробую, что тоналка, что палетки их, что продукты для губ, все просто очень классно, я прям вдохновилась Nars'ом, купила у них еще Summer Lights палетку, купила у них бронзер, что-то еще, по-моему, я у них купила, в общем, скоро будет много Nars'а на моем канале, мне кажется, очень классная марка, я почему-то зря ее игнорила так долго, купила еще Наташу Динону Стар, палетку, на которую я постоянно смотрела и облизывалась, тем более сейчас, когда у меня пошла какая-то тяга к более каким-то носибельным макияжам, не знаю, наверное, видимо, из-за локдауна, что-то прям хочется такое подстать настроение, очень такое ровное, мне кажется, очень скучное, и вот такая вот палетка, видите, она прям очень коммерческие цвета, очень такие притягательные, мне кажется, для большого количества людей, пугает только нас всех своей ценой, поэтому не так часто ее обозревают, мне кажется, но я купила ее с рук, в два раза дешевле она мне стоила, и пока пользовалась тоже раз в три, мне кажется, и пока очень нравится, но тут есть свои особенности, в частности, вообще просто то, как она выглядит, я вроде, ну, не так, ну, раз в три действительно пользовалась ей, а выглядит она так, как будто я ее из рук не выпускаю. Ну ладно, еще была недавно акция у Cal Beauty, у них была скидка 24 часа 20%, плюс еще у них идет гуди-бэк в подарок на сумму от 170, по-моему, фунтов, гуди-бэк типа там стоимостью на 330 фунтов, что там какая-то невероятная сумма, и там куча всяких сэмплов и полноразмерных продуктов, я не очень люблю гуди-бэги, мне кажется, мне там процентов 80 никогда не нравится, не подходит, и вообще я не хотела это, но в этот раз я очень хотела попробовать румяна и от Hourglass, и от Westman Atelier, у меня сейчас пошла какая-то тяга к кремовым румянам, я хочу сделать видео с обзором всех моих кремовых румян, очень много их сейчас вышло на рынке, и поэтому я решила сделать такое вот сравнение, плюс еще я купила кремовый румяна от марки Say, такой недорогой бренд, который на Cal Beauty есть, и на него тоже очень хорошие отзывы, у них сейчас вышел бронзер кремовый, тоже я его купила, и купила удивительно масло для тела, сиящее от Huda Beauty, и вообще кто я просто, я с нюдовыми макияжами, кремовыми румянами и маслом сияющим для тела, это просто, не знаю, мне кажется, год назад я бы просто посмеялась с лицом, если бы мне сказали такое купить, но сейчас меня вот на такое тянет, не знаю, что происходит, ну просто хочется летом, скоро у нас уже весна, наверное, начнется, и летом хочется намазаться и быть такой сияющей, еще я посмотрела обзор у Мел Томпсон, и она мне продала этот лосьон, потому что выглядит очень красиво, она сказала, что он вообще не липкий, и он не жирный, и очень легко быстро впитывается, и он сияет не такими крупными блесками, и не так прям супер ворвиглазно, на ней красиво это смотрелось, плюс еще там такой легкий тинт, такой придает загорелось кожи, а с этими локдаунами, мне кажется, мне такое пригодится, потому что у нас уже был пятый локдаун, один из которых был 4 месяца, и вообще, в принципе, у нас в Мельбурне, мне кажется, самые длинные локдауны были в мире, и вот недавно был пятый локдаун, так что мне нужно что-то, что придает, придаст мне загорелость. Ну и давайте уже переходить к бьюти-новостям, мне на самом деле мало что сегодня сказать вам есть, потому что ничего особо не выходило, какое-то затишье, видимо, затишье перед бурей, скоро начнется осень, и там пойдут вот эти всякие Black Fridays, потом начнется Holidays, вот эти коллекции всякие, и пока вышли вот коллекции у Dior, да, осенние, у Birds of Feathers, которые уже тысячу лет засветили уже эту всю коллекцию, кто-то ее даже купил с рук байеров, очень красивая, мне кажется, сливовая палетка, Birds of Feathers, и вторая, в принципе, тоже симпатичная, такая а-ля в духе Нахчерного Нирвана от Пэтмоград, но мне кажется, я, наверное, все-таки мимо пройду этой коллекции, потому что я не особо любитель Dior, наверное, вряд ли я ее куплю, и выходят еще новые релизы у Наташи Диноны, вот один, вот такая вот дорожная версия палетки, для палетки теней вместе с хайлайтером и румянами, не знаю, мне не очень понравилось, я вот недавно купила Nars Summer Lights, мне кажется, мне больше теплых нюдовых палеток вообще не нужно, в Nars Summer Lights там нет румян, там есть бронзер и хайлайтер, но румян у меня кремов просто целая куча, я, наверное, без румян переживу, но вот лично мне эта палетка ни к чему, плюс еще многие заметили то, что она не совсем дорожная версия, здесь много пустого пространства, и как-то неразумно задействовали они это пространство, можно было делать поменьше эту палетку, и само оформление она какой-то не очень, это, конечно, просто какая-то вот пиратская, значит, фотка, да, не очень хорошего качества, конечно, в рекламной кампании у Наташи все будет красивее выглядеть, но что еще людям не понравилось, что опять какие-то коричневато-оранжеватые такие цвета теплые, мне кажется, Наташа это делает просто потому, что берут, и вот она пробует для себя новый формат, да, дорожных всяких каких-то палеток в дорогу, и решила, наверное, начать с какого-то безопасного варианта, который точно у нее будут раскупать, но это точно мимо меня, я не говорю, что она плохая, просто, ну, не знаю, скучно, мне кажется, Наташа, у нее и Биба есть, да, такого плана, и вообще, в принципе, и бронз тоже там такие, такого рода оттенки есть, и вообще, мне кажется, коричневые теплые палетки, уже просто куча их на рынке, и если бы я какую-то дорожную покупала себе палетку, я бы, наверное, лучше купила Шарлот Тилбери, у которой там и пудра есть вдобавок к румянам, есть еще у нее бронзер, мне кажется, там более какой-то полный вариант, можно все продукты с собой брать, и само оформление у Шарлот Тилбери мне нравится больше. Что еще меня Наташа удивила, возможная новая палетка, возможная миди-ретро, засветили ее в реддите, то же самое, что было с Circle Lock, да, тоже ее на реддите засветили, и все думали, что это просто какой-то фейк, что не будет такой палетки, на самом деле, вот такая она странная, вот, но мне кажется, то же самое будет с этой палеткой, все-таки типа миди-ретро, да не, не может быть, что это миди-ретро, там еще какое-то было торговое название с Купидоном что-то связанное, и люди подумали, может быть, она больше вот, ну, она действительно больше даже, наверное, на Love похожа, чем на ретро, и, возможно, это какая-то, может быть, к Дню Святому Валентину будет какая-нибудь купидонская палетка, потому что на ретро она вообще не похожа никак, и здесь такие оттенки, мне 4 человека написали, что это, скорее всего, Боблин какая-нибудь модерн-ренесанс, а не ретро, ну, правда, не знаю, какие-то странные очень оттенки, но люди говорят, судя по названиям, которые в этой палетке, больше похоже, что это будет мини-ретро, миди-ретро, то есть, извините, и я надеюсь все-таки, что это фейк, мне кажется, как в прошлый раз, я когда надеялась, что это фейк, оказалось, что не фейк, но это все еще на уровне слухов, ничего не подтверждено, я слушала про этот релиз у Шарлот Холдкрофт, у нее видео, и у Келли Брукс, мне кажется, они упоминали эту тоже палетку, мне кажется, они были тоже не в восторге. Какой еще меня привлек релиз? Это румяна от Шанель, у Шанель очень всегда хвалят румяна, и я никогда не пробовала, просто потому что очень дорого, и непонятно вообще, за что такие деньги, но здесь, посмотрите, очень красивое оформление, очень красивая гравировка, выходит румяна у Кристиан Диор, тоже очень красивая гравировка на рефиле, опять же, оттенок, мне кажется, для меня будет слишком легкий. Ну, я посмотрю, у нас есть бутик Шанель, и нам, конечно, новинки очень долго идут, но посмотрим. Этот релиз уже будет 8 августа в Японии, но это не лимитированная версия по Азии, так что, скорее всего, у нас он тоже скоро появится. Ну, ладно, посмотрим на сводчик, как говорится. И перед тем, как перейдем к самому интересному релизу, лично для меня и для многих тех, кто смотрит мой блог, это поговорим, давайте про Тома Форда. Мне многие спрашивают, где же купить эти новые лимитированные палетки, которые очень быстро раскупают. Я пока видела только в Норстром. Там они идут под именами Эфириал Блу и Поп Даста. На самом деле, я не помню, я напишу внизу, как они назывались, под какими именами я слышала о них, потому что, не знаю, почему два разных названия, но вот они есть в Норстром сейчас, и они там то появляются, потом их раскупают быстро. Сейчас я смотрю на сайте, у них осталось несколько только у Эфириал Блу, и есть еще в достаточном количестве Поп Даст. У Норстром сейчас есть международная доставка, но она очень дорогая, например, столько же стоит, сколько там доставка из Харитс. Не знаю, меня не очень привлекают, на самом деле, две эти палетки, и я не хочу столько денег платить за доставку, но если вы прям очень хотите, потому что лимитированные палетки, и их быстро действительно раскупают, так что, если что, смотрите на Норстром. Можете еще подписаться на Морган Тернер, у нее в YouTube комьюнити вот этой вот вкладке, да, в блоге, которую я никогда не веду, там она постоянно постит, если какие-то новые релизы появляются в магазинах, и свою аффилированную ссылку, или можно на Chic Profile тоже подписаться, она там часто постит, что где-то появилась палетка там какая-нибудь в наличии, и у них обычно я узнаю, где что покупать. Ну и давайте перейдем, наконец-то, к главной новости, выходит девятое Мазершип у Пэт Маград, у нее шла такая долгая тизер, значит, компания, она у нас там показывала всякие красивые картинки, красивые видео, очень все было разноцветное, такое типа а-ля что-то такое сай-фай, в перемешку с аниме, и очень красивый визуальный ряд был, и все такие думают, боже, наконец-то какая-то рейнбоу-палетка с какими-нибудь мультихромами у Пэт Маград выходит, и тут я неожиданно опять выпустила розовую палетку. Все уже сказали, что эта палетка похожа на микс первой розы, второй розы и оттенка из Midnight Sun, я сейчас попробую какой-нибудь коллаж сделать, у меня очень умеренные скиллы, скажем так, по коллажам, ну, что получится, то получится. Ну, действительно, какая-то немножко вторичная палетка, да, и такие оттенки, такая гамма была даже не только у самой Пэт Маград, были такие палетки и у, не знаю, даже у Худу Лайт, мне кто-то написал из подписчиков, что похоже немножко на Худу Лайт, ну, кстати, да, чуть потемнее, чем Худу Лайт, но что-то вот тоже такое вот в таком вот духе, мне кажется, я надеюсь на текстуры все-таки, здесь один оттенок, он такой вот сухой, который очень сильно сыпется, это странная формула, которая в новой палетке, Voyeristic Vixen или Venus in Flurs, мне не очень понравилась эта формула, но на глазах очень красиво смотрится, она просто сыпется, лучше ее на какую-нибудь влажную базу наносить, здесь точно как минимум один оттенок из этой новой формулы, здесь есть мультихром, который, как все отметили, похож на мультихром из Divine Rose 2, я не фанат супер-мультихромов, и, честно говоря, у меня уже есть достаточно мультихромов, у меня есть жидкие мультихромы от Наташи, которые я очень люблю, есть мультихромы от Клеоны, есть от Тарамунс, у меня достаточно мультихромов, я не хотела бы видеть их в палетке, наверное, у Pet, они все-таки там не настолько безумные, как у инди-брендов, но с другой стороны, в принципе, красивый был сводч, были сводчи у Фионы Стайлз, это какой-то стилист американский, но, видимо, ее попросили потом снять, снять, тейкдаун ее видео в сторис, она там постила все живые сводчи, к сожалению, больше я не записала в сторис, есть только вот фотографии у Angel Naked, скриншоты из ее видео, и живые сводчи Pet Magrat, по сводчам, не знаю, вот похожи вот эти вот какие-то персиково-кораллы, коралловый матовый оттенок из Divine Rose 2, такой у нее есть похожий, матовые похожие более-менее на Divine Rose 1, ну, в такой вот тематике, розовый, коричневый, красивый сатин, да, который тоже похож, что вот есть в Eleganza, в Divine Rose 2, или в Велюрия, по-моему, в Divine Rose 1, такой вот очень красивый, розовато-лиловатый сатин, бронза, как всегда, как же без бронзы у Pet Magrat, желтое золото, потому что, ну, как же, палетка Pet Magrat, да, без желтого золота, и, как всегда, хайлайтерный оттенок, которым подсвечивает там брови, уголки глаз, использовать в качестве хайлайтера, в общем, стандартный набор, ничем у нас, мать, не порадовала, очень красивый вот этот вот аметистовый оттенок, не очень понятно, какая у него формула, но, мне кажется, здесь уже больше ближе к Special Shades, я надеюсь, по крайней мере, хотя, может быть, хотя, может быть, он такого вот рода, как новый оттенок из Weiristic Vixen, но красивый, конечно, оттенок, чем-то похож на Midnight Sun чуть-чуть, но, мне кажется, все-таки он другой. Оформление, вот посмотрите на оформление коробки, да, и на то, что вот внутри, ну, не знаю, мне казалось, что будет как-то больше какой-то вот пастельная, какой-то пастельная радуга какая-то с мультихромами, но оказалось, что вообще, мне кажется, немножко диссонирует содержание, да, коробки, и то, что на коробке. Но, конечно же, я ее куплю, жалую-жалую, сижу, но, конечно, я ее куплю. Куда я денусь? У меня коллекция Patmigrad, и многие ждут еще обзора от меня, плюс этот аметистовый оттенок мне очень нравится. Ну, и к тому же, я не говорю, что это некрасивая палетка, она очень красивая, если у вас нет ничего от Patmigrad, мне кажется, это будет прям очень классный выбор на первую палетку, здесь ее довольно носибельное, здесь матовые хотя бы, светлые, как многие заметили, потому что у Pat часто бывает там каких-нибудь два матовых, и один из них черный, а второй темно-коричневый, и ты думаешь, блин, а как красится вообще? Тут хотя бы такое все очень носибельное, можно какие-то, мне кажется, и мейки на каждый день сделать, и какой-нибудь праздничный, просто если бы это была палетка от какого-то другого бренда, мне кажется, никто бы слова не сказал, просто Patmigrad уже на этой теме розы, она уже ездит на ней, ездит, ну, хватит уже розовые палетки делать, есть же другие цвета в палитре, и в начале карьеры, мне кажется, у нее были гораздо интереснее палетки, да, та же самая первая, та же самая вторая, та же самая третья, они все были очень разные, и потом четвертая и пятая, в принципе, тоже были абсолютно разные, да, шестая Midnight Sun, она вообще такая, очень нестандартных цветовых решений, мне кажется, была палетка, и она была, мне кажется, самая непопулярная, и возможно, Patmigrad после Midnight Sun, наверное, подумала, почему я заморачиваюсь, давай буду делать какой-нибудь точно коммерческий, какие-нибудь палетки, начиная с первой розы, у нее уже пошла какая-то вот, первая, вторая роза, они уже такие очень коммерческие, люди любят розовые палетки, и раз она продолжает выпускать розовые палетки, значит, берут, ну и, собственно, на этом завершается выпуск бьюти новостей, очень короткий в этот раз, потому что мне больше ничего не привлекло, ну, разве что Huda молодец, выпустил опять какую-то хрень, это такое покрытие для того, чтобы сделать вашу тушь водонепроницаемой, я опять же не перестаю восхищаться коммерческой жилкой Huda, она всякие какие-то интересные продукты выпускает, и главное, выпускает так, что всем хочется купить, хотя бы просто для того, чтобы попробовать, что за фигня вышло, ну, я не буду это брать, потому что я не сильно охочусь за водостойкими тушами, и мне кажется, это как-то очень странный какой-то выбор, мне нет времени, чтобы обычной тушью красить, потом еще поверх какой-то слой отдельный наносить, в общем, ну, мимо меня, конечно, ну, и на этом, наверное, выпуск бьюти новостей подходит к концу, в этот раз очень короткий, потому что мне кажется, я все пропустила, либо ничего интересного на рынке не вышло, вы мне напишите внизу, если какие-то интересные релизы, потому что я уже смотрю на все мои инстаграм-аккаунты, которые я, по которым я слежу бьюти новости, и ничего не нахожу, интересного для себя, по крайней мере, ну, как всегда, спасибо большое, что досмотрели до конца, пока!